Девушки отдыхают 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 Все в том, чтобы прокачиваться, получать танки нового уровня. И, то есть, там, вторая миссия сыграть, там, с шестерками, по-моему, будет, да, то есть на танке шестого уровня, там, третья на восьмом, четвертая на девятом и пятая на десятом, соответственно. Но при этом каждый раз, когда игрок выполнял миссию какую-то, вы и он получали, он, я, по-моему, нет, у него просто множители есть, а вы, как человек его пригласивший, получали определенные награды. И суммарно, после того, как он все это выполнил, вы могли получить 6 дней прем-аккаунта, 32 тысячи свободных, 32 с половиной тысячи свободного опыта, что мне, на самом деле, нравится здесь больше всего, так как свободку получать, ну, чтобы прокачивать танки до топа, важно, да. 913 тысяч кредитов, что не так много, на самом деле, и 500 голды. То есть, в сумме награды такие неплохие, да, ну, вроде ничего особенного, но самое главное, вы можете пригласить не одного, вы можете пригласить двух-трех друзей, там, и, ну, для каких-то совсем экстравертов, там, 10 друзей, да, грубо говоря, вы пригласили 10 друзей, и за то, что они выкачивают десятку, вы теперь могли получить суммарно 60 дней прем-аккаунта, 325 тысяч свободного опыта, то есть все эти награды вы умножаете на 10, да, там, 5000 голды, 9 миллионов серебра. То есть, понятное дело, это какие-то космические цифры, которые, ну, для большинства из нас нереализуемы, но вполне возможно, там, пригласить одного-двух друзей, это реально, это работает, и к тому же они обновили программу теперь, ну, в принципе, у нас до этого не было такой, но теперь есть программа по возвращению игроков, которые не играли длительное время. То есть теперь, если игрок не играл последние 30 дней ни одного боя, и у него на аккаунте не менее 200 боев, вы также можете отправить ему эту ссылку, ваш URL-адрес уникальный, и он, после того, как сыграет, или выполнит какую-то из миссий, да, по-моему, ну, грубо говоря, сыграет бой на танке, вы получаете 250 тысяч кредитов. То есть, вроде немного, да, но приятно. Но при этом тот игрок, который вернулся в игру, он получает 7 дней према и 15 дней аренды двух премтанков, это Т-26Е5, ну, нормальная достаточно машина, и Т-54, первый образец, танчик, который после всех апов сейчас очень приятно себя чувствует и хорошо играется, то есть, если раньше был сосновой машиной, сейчас это реально годный танчик. То есть, здесь даже плюсы больше игроку, который вернулся в игру, и я знаю, у нас в игре, на самом деле, достаточно много людей, которые не играли достаточно длительное время, но при этом просто смотрят любимых стримеров, да, то есть, реально есть смысл вернуться в игру, там, поиграть хотя бы 7 дней, да, покачать аккаунт, но поиграть на новых премтанчиках, да, 15 дней аренды тоже все-таки приятно. Ну, и вы, как рекрутер, получите тоже свой приз. В принципе, система мне реально нравится, особенно вот это техническое обновление с URL-ссылкой, ну, камон, ну, мы реально в 21 веке живем, какой имейл, до этого надо было реально, ну, и сейчас нам тоже надо заходить на сайт главный Картошкин, да, с него писать на имейл друга, приглашение, да, этот имейл мы чекаем только когда регистрируемся, да, в новых каких-то сайтах, там, или еще что-то. Ну, реально, сейчас имейлом электронной почте, ты бишь, да, мало кто пользуется. А вот это URL-адрес, URL-уникальный, да, ссылка, вот это реально очень удобно и интересно. Но при этом, на самом деле, что мне не нравится в этой программе, все-таки отсутствие танчика. Кто бы что ни говорил, Т-95Е2 каким бы плохим ни был, да, баланс этого танка, его ап, это уже тема другого видео, да, но все же это было неплохой мотивацией, получение реальной машины в ангар. И, на мой взгляд, было бы круто, если бы при приглашении первого рекрутера, да, и вот тот первый человек, которого вы пригласили, достигает 10 уровня, за него вы, плюс ко всем тем наградам, которые уже есть, получали бы этот танк. Это было бы, на мой взгляд, оптимальным вариантом. То есть, ну, Картошка от этого ничего не потеряет. Это акционная машина, это даже не премтанк, он не фармит, да. То есть, особо никаких потерь у Wargaming от этого не будет. Только, ну, понятное дело, плюс приглашение новых игроков. Но при этом все те награды, которые, ну, остаются, они, понятное дело, те же самые будут. То есть, от первого игрока вы получаете все те награды, плюс еще танчик. От второго, третьего, там, десятого вы все те же самые награды получаете без танка, да. То есть, мотивации было бы больше. Потому что пока, ну, кредиты, свободный опыт, прям аккаунт, голда, все это можно и так получить. А уникальная машина, это все же уникальная машина. На мой взгляд, это было бы, ну, логичнее, если был бы еще и танчик. В принципе, новости можете почитать сами. Все подробно написано на вот ньюс, да, я кину ссылку. Сами можете ознакомиться. Делитесь вашим мнением, на самом деле, по вот этой теме. Хотели бы вы увидеть что-то подобное на нашем ру-регионе? Хотели бы вы обновленные этой системы? Да, я понимаю, что большинству на самом деле пофиг, никто не будет приглашать друзей. Но, реально, теперь это гораздо проще сделать. Теперь есть смысл приглашать игроков, которые не играют длительное время, да. Но, по крайней мере, для бразильцев смысл есть. Я думаю, и у нас скоро такое будет. То есть, на самом деле, эта вещь становится более актуальной. И многие игроки, то есть, не до этого это какие-то единицы были. Сейчас многие смогут этим реально воспользоваться. Поэтому делитесь вашим мнением по поводу этого. Какие бы вы награды оставили, какие бы вы поставили, да. Обязательно ставьте лайк. Ну и увидимся в следующих видосах.